здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня я попробую снять вот такой вот комбинированный скажем так ролик по возврату от начала и до конца думаю что он получится понятный тем более у меня тоже был первый возврат там на последнем этапе прошло не все так гладко как задумывалось ну я выгрузился а сейчас вот сделаю такой общий ролик думаю он будет всем полезен и так начнем мы ролик вот с такого вот скрина кто помнит прошлый прошлое видео помню кто первый раз значит первый раз когда получаем запрос на возврат кликаем по определенной кнопки там чтобы посмотреть что за возврат и для чего он значит я советовал на эту кнопочку вот на эту желтую не нажимать нажимать на нее в самом конце в принципе так и можно поступить но само вот нажатие на эту кнопку не ни к чему нас не обязывает скажем так я уже теперь не буду конкретно останавливаться что в прошлом было не так а сейчас вот так буду прямо вот рассказывать как и что можно сделать и вот так через вот эту вот нижнюю кнопочку просто выйти на контакт с покупателем который хочет сделать возврат и войти с ним перебив переписку и спросить о причине там предложить скидку и так далее но долго не затягивать если день там максимум два от него нет никакой реакции значит через эту желтую кнопочку авторизуем авторизуем возврат после авторизации перекинет на такую вот страницу я те ролики не буду удалять она как бы эта страница разделена на две части вот пополам условно разделите страницу и вот тот вот возвратный ярлык который вот есть то есть мы уже возвращаем возвратный ярлык загрузить через там одна единственная кнопка вы не ошибетесь вы не ошибетесь выберите там причину то есть вот аналогичной вот это будет такой выпадающий список и в нем выберите возврат со стороны покупателя там и загрузите файл отправить авторизуете через желтую кнопку там внизу вот будет такая же кнопочка кликните на нее и авторизуете возврат после этого после этого естественно по той же причине вы пишите там какую указал ваш покупатель вещь поломана или просто она больше не нужна вы обращаетесь в ну в данном в моем случае это волмарт и он вам высылает на почту вот такое вот письмо который прикреплен данный возвратный ярлык return label так называемый его просто можно нужно скопировать скопировать то есть картинку сохранить и загрузить после авторизации вот когда вы авторизуете он в то окошко о котором я говорил там загрузить файл выбираете и выбираете вот этот вот вот эту вот картинку с разных ресурсов это по-разному с ebay приходит pdf файл с amazon по моему тоже приходит pdf файл ну это уже ну сами разберитесь и вот что что будет то и загружайте этом подробно на этом не буду останавливаться что именно загрузить после того как авторизовали то есть уже все делаем возврат сейчас включу ролик в котором объясняется рассказывается и со своими комментариями так сказать я это отключаю это нам уже не надо сейчас пошел ролик и так о чем говорится в этом ролике в этом ролике говорится о том что вот покупатель как обычный покупатель в обычном магазине может вернуть вам товар по разным причинам товар может быть поврежден может быть с дефектом может просто больше он не нужен покупатель такое тоже допускается и вот после того как мы получаем вот запрос на возврат мы должны вот тут тоже говорится что должны авторизовать авторизовать но только после того как получаем вещь обратно продолжаем наши действия и так вещь получена давайте я тут сделаю паузу что значит вещь получена мы это узнаем от в моем случае от волмарта от волмарта вот пришло такое письмо сегодня вечером что вот поздравляем ваши деньги возвращены с пайпала пришло письмо еще утром то есть тут волмарта же где-то на пол суток запоздал и тем самым мы убеждаемся что вещь в целости и сохранности это уже мы как дропшиппер вернулась на тот ресурс которого он покупался возврат с волмарта сделан в размере минус шиппинг то есть это у волмарта уже в политике вот и как когда ты пишешь больше она мне не нужна вещь то шиппинг за ваш счет то есть это тоже ту же самую причину привел мне мой покупатель но в итоге оказалось что я ему действительно послал не то что он хотел там ну мы мы же прикрепляемся другим листингом там я хоть и дописал что посылаю именно не ну там небольшая разница в модели была он отписался что мол я видел картинку я то что видел видел тайтл и по нему купил товар ну чтобы не усугублять оно нам не надо в принципе мы же его деньги обратно возвращает я так просто так от отослал волмарту что мол не хочу и все деньги вернулись в чатах был разговор о том что подарочные покупки нельзя вернуть на молмар как видите можно то есть все прошло абсолютно так это не только не просто разговоры в чатах такое действительно прописано в политике волмарта в политике возврата то что подарки папу ну в онлайн режиме которые куплены они не возвращаются в таком порядке а можно отнести их магазин и там по аналогу по каталогу вам вернут деньги то есть возврат в любом случае есть но нас как дропшиперов это не устраивает это нам не нужно то есть после всего этого когда вещь уже на месте мы продолжаем смотреть вот этот ролик и так вещь получена вещь пришла обратно ну и давайте запустим и я потихоньку тут буду рассказывать и так вещь поломана вот здесь в таком случае мы делаем частичный возврат вот об этом здесь написано делаем частичный возврат в другой случай вещь получена в аккуратном состоянии то есть не повреждена ничего просто потребителю она не нужна в этом случае мы делаем частичный возврат вот сейчас еще раз прокручу вот вот это вот здесь вот сейчас появится окошечко в котором говорится что мы делаем частичный возврат если она вот просто ему не понравилось минусуем шиппинг и возвращаем деньги нашему покупателю как мы это проделываем тут описывается разные виды и так сейчас давайте прокрутим в наш аккаунт амазона вот то есть заходим свой аккаунт после того как мы имеем уже готовую отгрузку готовый готовый возврат наших денег все там нормально тут я еще раз приторможу и открою вот этот скрин то есть когда мы авторизуем возврат наш этот ордер он уходит вот в эти ордеры мы отсюда его можем уже наблюдать вот с этой вкладке и отсюда переходим на менедж ордерс и вот видите у данного человека есть несколько он торгует там по полной и находим тот ордер с которым надо работать или через эту как видели давайте сейчас еще чуть-чуть посмотрим то есть зашли в аккаунт зашли в ордер дальше смотрите или через эту кнопку или через вот этот вот длинный номер мы попадаем именно на тот ордер о котором пойдет речь и вот здесь есть такая кнопочка кликаем на нее и делаем возврат возврат сейчас будет показываться полный возврат полный возврат это ну тот мой случай который сам виноват здесь показывается можно делать или полный возврат или частично как делается полный возврат это самое простое кликаем по этой кнопке выбираем причину причина та же самая покупатель вернул вот вернул покупателя покупательский возврат возврат от покупателя ничего здесь нам ничего не надо никаких цифр вставлять и тут два окошка которые надо заполнить точнее надо заполнить вот это верхняя memo to buyer что здесь написать но здесь желательно написать в любом случае ну пару пару ласковых потому что это торговля написать что мол извините спасибо что там были нашим покупателям всего вам хорошего а здесь про здесь просто напоминание себе о данном ордере если вдруг вам понадобится обратно к нему вернуться к этому ордеру что-то там уточнять и так далее здесь вот в этом окошке пишется то что себе пишется скажем так и на после того как написали покупателю написали себе клипа кликаем под кнопки сделать полный возврат полный возврат сделан у вас есть немного времени чтоб через эту кнопочку если что-то не так отменить этот возврат сейчас он покажет но не показал но есть там время кликнуть по той синей теперь смотрите ребята и девчата тут самое интересное допустим вот мы договорились с нашим покупателем что мы делаем скидку до скидка делается вот с этой вкладке с той же вкладке частичного возврата на все это у вас должно быть письменные конечно эти письма от покупателя что он согласен на частичный возврат то есть на небольшую скидку там о которой вы договорились и и скажу что вся переписка торгу продавцов в течение двух лет хранится в амазоне так что если что всегда можно обратиться в саппорт поднять вашу переписку и оправдаться до скажем так перед амазоном теперь дальше внимательно смотрите какие поля заполняются для частичного возврата частичного возврата денег и так кликаем сюда выбираем частичный возврат далее опять же выбираем причину возврат от продавца и вот тут есть такие окошечки где вот вот видно туда вставляем сумму возврата давайте я приторможу вот в это окошко вот нижняя пишем сколько мы возвращаем это может быть сумма скидки может быть вот смотрите тут вот вот это вот окошечко это цена шиппинга то есть если у вас шиппинге прописано что у вас допустим доставка стоит 6 долларов вы эти 6 долларов вписываете сюда здесь вписываете это когда действительно вещь вернулась и делается частичный возврат здесь за транспортировку здесь какую-то часть суммы вписываете получаете итог и возвращаете если просто скидку вот одну вот эту вот строчку только вот эту строчку точнее вот это окошко заполняется и все опять же пишет пишется письмо покупателю пишется напоминание себе если оно нужно и кликается на сделать частичный возврат и вот здесь прописана сумма вы если вы с ней согласны согласно если нет вот сделать притормозить и возврат в пендинге все и поскольку у меня все это прошло я сделал возврат еще раз повторюсь у меня пара пошло не все как по этому ролику потому что самого начала не авторизовал возврат не пришлось сделать походу чтобы у меня ушел запрос на возврат а после этого сделать уже сам возврат суммы так что вы делаете придерживайтесь того порядка которым рассказано в данном думаю что окончательном варианте ролика на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс